А сейчас о малоизвестном празднике, который тем не менее отмечает сотни представителей очень интересной профессии. 21 февраля это день экскурсовода. В честь этого события наш корреспондент встретилась с известным тверским гидом Вероникой Эстер, которая недавно стала призером конкурса «Лучший гид России». Она заняла второе место в номинации «Лучший гид город». О работе экскурсовода рассказывает Наталья Чекет. Приехав куда-нибудь отдыхать, нам предлагают посетить местные достопримечательности. Рассказать их историю и представить всю информацию может один человек-экскурсовод. Тверскому гиду Веронике Эстер хорошо это удается. За плечами опыт работы в 9 лет. Многие считают, что экскурсовод достаточно простая профессия в том отношении, что ничего не нужно для того, чтобы в нее войти. Не надо арендовывать помещение, вроде бы как не нужно расходники закупать. Вроде бы собственные ресурсы должны помочь. Но вот как только начинаешь входить в профессию, осознаешь, что не так уж все и просто. Нужно обладать определенным психотипом для того, чтобы доносить достаточно сложную порой информацию так, чтобы люди ее понимали, воспринимали и запоминали. Вероника рассказывает, что сейчас, когда любой человек имеет доступ к неограниченному объему материалов, на первый план выходит то, насколько интересно рассказывает экскурсовод и как он это делает. Я сама, как экскурсовод, когда приезжаю в Новый город, обязательно ищу себе местного проводника, потому что я понимаю, что то, что я почитаю там в разных источниках, не сравнится с той информацией, с той энергией, с которой будет посвящать меня этот профессиональный экскурсовод. В этом году Вероника стала серебряным призером конкурса «Лучший гид России» в номинации «Лучший гид город». Рассказывает, что участие в конкурсе – это своеобразный вызов самому себе. За звание лучших боролись 1100 гидов из 85 регионов России. Для участия в конкурсе участникам требовалось снять двухминутный видеоролик со своей экскурсией. Мне кажется, чтобы расти в профессиональном плане, нужно периодически выходить из зоны комфорта. Да, у тебя все удачно складывается, да, у тебя уже существует как гордо людей, которые приезжают именно к тебе, но попробовать себя, узнать себя в новой обстановке – это очень важно. И на самом деле участие в конкурсах – хороший такой рост, профессиональный. Даже если вы не занимаете призовых мест, все равно вы получаете опыт, что невероятно важно. Отметим, что гиды из Тверской области не первый раз становятся лучшими на всероссийском конкурсе. Развитие сферы гостеприимства невозможно без квалифицированных кадров, заинтересованных в повышении своего мастерства, улучшении качества обслуживания гостей региона, готовых перенимать передовой опыт. За 2023 год Тверскую область посетила 2 миллиона 800 тысяч туристов. Особой популярностью в регионе пользуются туры выходного дня и гастрономический туризм. Также спросом пользуются школьные поездки и сельский отдых. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА